Привет! Меня зовут Сергей и сегодня у нас с вами будет оригинальный урок по той причине, что сегодня мы с вами сделаем не браслет, а вот такое замечательное колье на шею. Будет очень здорово, если вы сделаете в этой же цветовой схеме, по этой же схеме не только колье, но и браслет. Тогда у вас будет целый комплект сочетающихся друг с другом украшений. Это колье вы можете делать как из резинок двух цветов, как например здесь я использовал, так вы можете и чередовать цвета, которые находятся в центре, а основной, например, цвет использовать зеленый. И именно такой браслет мы с вами в этом уроке и будем делать. Еще хотел бы сказать, что я решил этот браслет или колье сделать из пупырчатых вот таких резинок, потому что, на мой взгляд, они придают объем этому колье и как будто бы оно получается сделано из бисера. Если у вас нет пупырчатых резинок, то вы, конечно же, можете сделать его и из обычных резинок. Итак, давайте приступим. Приготовьте ваш станок и два его ряда снимите. Нам понадобится всего лишь один ряд, а точнее четыре его столбика. Один, два, три, четыре. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. Теперь возьмите резинки того цвета, который у вас будет в качестве основного использоваться. У меня это зеленый цвет. Первый столбик пока пропускаем и накидываем резинку зеленого цвета на второй и третий столбик. При накидывании прокручиваем восьмеркой по центру и у нас получается перекрестие. Теперь вновь берем резинку основного цвета и накидываем уже справа, но тоже поворачиваем восьмеркой. Точно так же делаем чуть левее. Накидываем опять же резинку основного цвета, поворачиваем восьмеркой и накидываем на третий столбик. Теперь на всех столбиках можно резинки немножко опустить ниже и берем крючок. Смотрите, на этих двух столбиках у нас по две резинки накинуты. Одна повыше, другая пониже. И вот ту резинку, которая пониже, нам нужно захватить с одного столбика и с внешней стороны скинуть на ту сторону. Здесь точно так же нам нужно поступить. Мы с вами берем нижнюю резинку и просто перекидываем на ту сторону. Затем опускаем вниз. Теперь уже мы будем использовать те цвета, которые у нас будут в центре нашего колье и они там будут чередоваться. Первый цвет, который у меня идет, это желтый. Я этот цвет накидываю по центру и после того, как я резинку накинул по центру, мне нужно снять нижние резиночки с этих столбиков. Вот одна нижняя, мы с вами ее снимаем и накидываем на ту сторону станка. И здесь тоже. Отсюда снимаем и накидываем на ту сторону станка. Сначала мы с вами накинули по центру, затем накидываем по краям. По краям у нас всегда будет идти основной цвет, в моем случае зеленый. Теперь уже накидываем резинки без всяких восьмерок, а просто обычным способом. И теперь снимаем резинки уже с каждого столбика, а не с двух. Когда мы две накидываем, то мы с каждого снимаем. А когда накидываем одну по центру, то снимаем только с центральных. Нижнюю резинку со всех столбиков мы с вами скидываем туда. Далее, следующий цвет в моей последовательности после желтого розовый, поэтому я по центру накидываю одну резинку. Когда мы одну накинули, мы с вами снимаем снизу две. Раз, два. Теперь опять накидываем зеленые. Раз, два. Когда накинули две, то снимаем четыре нижних. Раз, два, три, четыре. Далее, следующий цвет у меня фиолетовый по центру, поэтому я беру резинку фиолетового цвета, накидываю по центру и снимаю с двух столбиков. Отсюда одна и отсюда одна. Далее опять зеленые. И таким образом мы с вами, получается, чередуем. Сначала на центр резинку одну накидываем, а потом накидываем по краям. Слева одну и справа одну. Когда две накинули, мы с вами снимаем четыре снизу. Вот четыре я снял. После фиолетового цвета у меня вновь идет желтый. Беру резинку желтого цвета, накидываю по центру и снимаю две по центру. Раз, два. Теперь по краям. Раз, два. Снимаем четыре. Раз, два, три. Четыре. И смотрите, у нас уже потихонечку узор стал здесь формироваться. Таким образом наберите нужную длину браслета или колье, чтобы оно удачно подходило либо вашему запястью, если вы делаете браслет, либо вашей шее, если вы делаете колье. Но старайтесь, конечно, сделать так, чтобы на шее у вас это колье не слишком туго сидело. И нужная длина браслета у меня уже сплетена. Вот смотрите, какой браслет или в данном случае это колье получилось, какое оно длинное и как прекрасно и, можно сказать, даже богато смотрится. Теперь давайте посмотрим, как его завершать. У нас с вами сейчас накинуто, как обычно, по две резиночки в этом слое. То есть слева одна и справа одна. И мы четыре снимаем, как это уже неоднократно делали. Три, четыре. Теперь делаем следующим образом. Вставляем крючок вот сюда. Снимаем отсюда резинку. Вставляем крючок в следующий столбик. Отсюда снимаем резинку. При этом придерживаем пальцем, чтобы они не убежали. Сюда. И, наконец, в последний столбик мы с вами засовываем крючок и снимаем накинутые там резинки. У нас получились четыре резиночки, накинутые на крючок. Теперь мы с вами возьмем одну резинку зеленого цвета, накинем ее на крючок и пропустим сквозь все петельки, которые у нас сейчас на крючке имеются. И накинем вторую часть этой резинки обратно на крючок. Готово. Теперь мы с вами можем приготовить застежку или клипсу, смотря кто как ее называет. Здесь, конечно, лучше всего подойдет зеленая клипса. Мы с вами берем ее и накидываем на эти две резинки. Для того, чтобы было проще накинуть, я возьму станок и накину сюда эти резинки, чтобы получить большее натяжение. Потому что на пупырчатых резинках немножко сложнее накидываются застежки. Ну, а вот так гораздо проще. Накинули две. Отлично. И теперь давайте посмотрим с обратной стороны. Мы, когда начинали плести этот браслет, то накидывали по центру резинку зеленого цвета и перекручивали ее восьмеркой. И вот вам нужно как раз эту резиночку здесь и найти. Вот у меня она здесь хорошо видна. Я ее тоже накину на станок. Ищем теперь другую сторону нашей застежки и накидываем на другую сторону нашего колье. Вот, смотрите, готовый результат. Если у вас нет подвесок, то вы, в принципе, уже можете использовать такое колье, носить его без всяких подвесок. Если же у вас есть подвески, я приготовил несколько штучек, которые по цвету сюда неплохо подходят. Зеленоватого оттенка. Но, наверное, я выберу все-таки вот такой вариант. Потому что здесь есть еще отличное сочетание вот этого розового языка с розовыми резинками самого колье. И теперь мы с вами сейчас с помощью вот таких длинногубцев попробуем колечко немножко разъединить. Теперь возьмем где-то по центру, накинем его на резиночку нижнюю и опять застегнем. Вот, в принципе, и все. Наше колье готово с подвесочкой такой веселенькой. Я надеюсь, что этот урок вам очень понравился. И вы сделаете себе не только колье, но и целый комплект, и браслет, и еще какие-то, возможно, украшения, сделанные по этой схеме. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. А также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Пока!